Почему так важно окружение? Ого! Ну, как тебе объяснить? Болото формирует лягушку. Привожу на русский язык. У нас, знаешь, многие парни, я издалека начну, хотят найти себе красивую, умную, ухоженную девушку из хорошей семьи, желательно богатую, чтобы на нее не тратить много денег, но ищут их почему-то в подворотнях среди своих друзей с пивасом. Ну, как-то вот оно не состыкуется. Принцесса на балу, лягушки в болоте. Ну, принцесса на балу, конечно, тоже бывает, но гораздо реже, чем лягушка. Там занесло каким-то макаром. Соответственно, в чем проблема нашего окружения? Да и проблем-то никакой нет, в большом счете. Представьте себе, что у вас есть два ваших друга, Колян и Васян, условно, которые по пятницам вместе с вами образуют такую молекулу, которая болтается вокруг одного атома объемом 0,7. По пятницам у вас накаты за жизни, строение планов, обсуждение, как вот лет через пять у нас все будет хорошо, вот мы-то, вот мы же это самое. Проблема в том, что вы путаете понятие друзей с обутыльников. Это очень легкое понятие. Собутыльники – это люди, с которыми вы накатываете и пользы от которых никакой. Друзья – это люди, которые вас помогают развивать. Вы им помогаете, они вам помогают. Вы вместе двигаетесь вверх. То есть, проблема нашего окружения в том, что, вот представьте, вы родились в одном дворе, учитывая стоимость наших квартир и мобильность россиян, оно очевидно, что у вас друзья в одном дворе с вами живут, ну или в соседних домах. Вы, скорее всего, ходили в один детский сад, одну школу, может быть, даже один институт. Где-нибудь в провинциальных городах количество институтов-то немного, и друзья идут в один. И вот вы сидите, один работает, там, скажем, на стройке разнорабочим за 25 тысяч, второй – в М-видео продавцом электроники за 21 500, ну типа тоже ничего так, а третий – в евросети продают мобилы по 17, ну у него еще все впереди. И вот кто-то из них говорит, блин, чуваки, я хочу открыть свой бизнес по продаже картошки. Хочу картошку продавать, вот что-то захотелось. Хочу продать 5000 килограмм картошки за две недели. Что мы услышим? Да ты что, это невозможно, никому что-то не удавалось, с городок мой, кому нахер нужна картошка в этом городе, бла-бла-бла, что за херня. В чем проблема такой ситуации? Это логика алкоголика. То есть, когда вы приходите в любой коллектив, где народ жестко по вечерам накатывает, и говорит, я не пью совсем, никакого алкоголя. Сначала вас пытаются спрашивать, да ладно тебе, что ты, ну давай по 50, праздник надо. Я говорю, ну ваш праздник, вы и пейте, я, нет. То есть, людям не нужно, чтобы вы пили, но людям будет стыдно, когда ты увидишь их пьяными. И чтобы избавиться от этого стыда, им проще тебя напоить, потому что вы все вместе были на одной гийской вечеринке, хуй. Ну, условно говоря, да, да ты такой же, как и мы, такой же свин, что-то, да-да, у нас одна общая тайна. Да, тайны, конечно, те еще. С бизнесом то же самое. У вас одинаковые стартовые условия, они вас знают, вы их знаете. Тут хераку, у тебя через два года 300 штук в месяц, а у них 20. Они тебе не скажут, что ты, блин, там, насосал, потому что, во-первых, ты мужику, во-вторых, не сосал. И нельзя сказать, что у тебя богатые родители, они твоих родителей каблопленных знают, им нельзя сказать ничего. У тебя получилось, а у них нет. Что будет дальше? У них какое чувство? Неполноценности. И чтобы избавиться от этого чувства неполноценности, им проще тебя уговорить, чем вместе с тобой развиваться. Вот в чем фишка. Это отрицательное окружение. Мы их называем люди, которые тянут тебя вниз. Есть люди, которые тебя тянут вверх. Но просто потому, что ты собрал людей или там пошел в тусовку, где вот, ну, это нормально. То есть, бизнес-инкубатор, там, тусовки наших студентов, неважно, как их назвать. Что происходит? Решай сам. То есть, либо ты остаешься там же, слушаешь людей и веришь им, либо ты начинаешь использовать другую модель. Хочешь построить бизнес, слушай человека, который построил бизнес. Хочешь продавать много шурмы, слушай чувака, который продает много шурмы, у которого в округе нет ни одной кошки. Хочешь построить красивое тело, слушай чувака, который построил красивое тело, а не эксперты в интернете, фотки которого лучше не показывать даже бухенвальским выкидышем. Они офигеют от ужаса. Ну и так далее, и так далее. То есть, окружение – это люди, которые формируют твою реальность. Они влияют на тебя, потому что с ними общаешься. Слушаешь – развиваешься. Выбирай.